Дорогие друзья! Итак, на этой неделе мы с вами читаем очень тяжелый отрывок Торы продают Йосефа. Братья ошиблись, братья согрешили, продают Йосефа в рабство. Обратите, пожалуйста, внимание, что все наши недельные главы, которые мы читаем про Якова, начинаются с такой вот приставки ВАЙ, ВАЕШЕВ, ВАЙ ИШЛАХ, ВАЕЙХИ, ВАЕЙШЕ, ВАЕЙЦЕ, ВАЙ, 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 ВАЙ. Везде главы про Якова начинаются с приставки ВАЙ. ВАЙ всегда в Торе обозначается плач, горечь. У Якова была очень тяжелая жизнь. ВАЙ ЕШЕВ. У него пропадает сын, насилую дочку Дину. Умирает Рахель по дороге. Постоянные беды. Из всех праотцов у Якова больше всех бед. Почему? Потому что Яков называется самый великий из трех праотцов. Его уровень святости просто зашкаливает. Ецарара пытается, чтобы он хоть как-то где-то ошибся, согрешил. Ничего не получается. Ничего. Яков святой побеждает ангела, побеждает всех врагов. Нет у него греха, ну не к чему придраться. Нет у него сына Исава. Нет у него сына Ишмаэля. Все дети святые. Он чистый максимально, насколько может быть человек. Что придумал сделать Ецарара? Что нужно ему дать беды и трагедии, чтобы он перестал быть в радости. Если человек не в радости, контакта с Богом нету. Дух пророчества Руаха Кодеш приходит только в радости. И вот случилась трагедия. Иосифа похитили, сказали ему, что его убили. Все. Яков много лет перестал быть в радости, пока он его не увидел. Ецарара победил. Яков не смог. Он так, так, так написано годами. Он скорбил, плакал. Он не мог этого принять. Иосиф пропал. Для него эта трагедия. Ецарара хочет, чтобы мы не были в радости. А служить Богу нужно только в радости. Для этого нужно благодарить. Когда мы благодарим, фокусируемся на том хорошем, что у нас есть. У нас есть друзья. У нас есть семья. У нас есть душа. Наша душа, если ее высчитывать как-то в долларах, она стоит триллионы. Айфон рядом не стоит. Душа она вечная. Наши глаза, все, что у нас есть. Сердце. Вдумайтесь просто. Нужно садиться. Искать 5-10 минут ежедневно. Садиться. Все. Я сейчас погружаюсь в благодарность. У меня есть пищеварительная система. Я могу видеть. У меня есть вообще медицина в моей стране. Раньше люди умирали, не было антибиотиков. У меня есть такой прекрасный друг. У меня есть такая семья. У меня есть такие учителя. И так далее, и так далее. Погружаться в благодарность, которая включит меня в радость. И тогда у меня есть контакт с Богом. И именно этого не хочет Ецарара. А значит, мы должны все это делать как можно чаще. Шавуа топ, дорогие друзья. Много нам благодарности. Много нам радости.